Добрый день, дорогие друзья! С вами Размова. Продолжаем говорить. Сегодня я хотел бы поговорить о любви к братьям, о любви к своим, о любви к церкви, о любви в церкви и так далее. Итак, мы призваны любить братьев. К сожалению, если брать, знаете, такую шкалу, индекс проблемности, что ли, то, наверное, именно в церкви мы имеем наибольшее количество проблем. Почему? Потому что, когда мы живем, когда мы живем в церкви, мы живем в достаточно тесном сообществе людей, с которыми мы проводим достаточно много времени, при этом мы сталкиваемся не только с вопросами обычными бытовыми жизненными, но и с богословскими вопросами, то есть вопросами, касающимися нашей веры, нашего восприятия мира, нашего вообще понимания жизни, то есть самых основ. И рефлекторно, интуитивно мы боремся за нашу веру, то есть мы вступаем в противоборство друг с другом, потому что если мой брат или там сестра не думает так же, как я, не верит, не видит так, как я, то мы видим в этом угрозу, что он начнет каким-то образом отстаивать свои позиции, так же, как это делаем мы, и возникает определенная конфликтная ситуация. Но послушайте, неумение решать эти конфликты и в какой-то мере просто нежелание это делать приводит к тому, что они разрастаются и умножаются. Иногда кажется излишним говорить о том, что мы должны друг друга любить. Я как-то в одной из программ говорил о том, что сегодня достаточно признать человека, он мне не брат, и тем самым относиться к нему хуже, чем к другим людям, то есть не проявлять любовь, не проявлять расположение, не прощать его, относиться с пренебрежением, и я уже говорил об этом, что Бог не допускает этого. Даже если этот человек, по твоему мнению, самое последнее падшее существо в мире, ты просто обязан его любить, если ты называешь себя человеком Божиим. Если ты хочешь продолжать жить вот в той мирской системе чужой, свой, плохой, хороший, вернее не так, я хороший, он плохой, то тебе нужно просто перестать обманывать всех и говорить, что ты верующий человек, что ты всех любишь, и так далее. Вообще, друзья, очень интересна такая вещь. Однажды я разговаривал с чиновницей, которая курировала религиозную сферу, она сделала такое достаточно сильное заявление, с которым я в тот момент не согласился. Она сказала, вы верующие никогда между собой не будете жить в мире, вы постоянно будете ругаться, вы постоянно будете друг друга угрызать. Я посмеялся, я подумал, что это просто, попытки неверующего человека как-то очернить церковь. Но знаете, чем дальше и дольше я живу, тем больше я убеждаюсь в том, что найти некий абсолютный мир, вот эти вот гармоничные взаимоотношения в церкви, которые были бы, знаете, таким отражением Христа, его любви, его принятия, его жертвы, я его просто не вижу. И это не потому, что Бог перестал действовать в церкви, или церковь каким-то образом перестала быть церковью. Это невозможно. Мы потихонечку начали менять модель взаимоотношений в церкви. Я должен проявлять любовь. Я не должен быть тем, кто потребляет ее. Я должен ее отдавать. Я должен жертвовать. Я должен быть тем, кто страдает. Простите, но это неотъемлемая часть любви. Когда ты сталкиваешься с братом, который в церкви против тебя согрешил, что ты делаешь? Ты готов пострадать? Или ты в обязательном порядке будешь бороться за свое право быть компенсированным? То есть тебе нанесли ущерб, вам нужно как-то компенсировать, как минимум морально. Но истинная любовь, она всегда страдает. Она всегда страдает. И мы с вами, вот собравшись вместе, назвав себя божьими людьми, мы призваны прежде всего любить друг друга. Писание говорит, это слова Иисуса Христа. «По тому миру знают, что вы мои ученики, если между вами будет любовь». Не правильная структура, не красивое богослужение, не красивая музыка, не вдохновляющие проповеди, не богатство вашей церкви, не благосостояние верующих. А именно любовь. Вот почему я так много об этом говорю? Потому что мне хочется, чтобы мы вернулись к этому, посмотрели друг на друга и задали себе вопрос. Если Бог, если Писание, оно столько говорит о любви, то почему я, всякий раз, сталкиваясь с какими-то проблемными взаимоотношениями, поступаю не по любви. Я борюсь за свои права. Нарушая миллион заповедей, некоторые просто добиваются справедливости. Знаете, я знаю случаи, когда против какого-то там брата согрешили, нанеся ему ущерб, не знаю, на единицу. А он, пытаясь восстановить справедливость, согрешил на двадцать, но добился правды. Знаете, мы не хотим страдать. И находясь в церкви, вступая в близкие, братские взаимоотношения, мы не можем не ранить друг друга. Мы не можем быть теми людьми, которые, ну, не реагируют, что ли, на какие-то вещи. На мой взгляд, гармония отношений в церкви наступает не тогда, когда тебя не обижают, не ранят. Когда все ведут себя благобразно. Вот, знаете, это вот такой вот религиозный путь. Ты зайдешь в определенную церковь, и там собираются ребята, они все настолько елейные, что тошнит. Реально просто тошнит. Они улыбаются тебе. Они делают какие-то такие вот пасы, говорят какие-то слова, которые... Ты в них просто не веришь. Ты понимаешь, вот, знаете, я знаю людей верующих, которые меня просто откровенно ненавидят. Но когда мы на публике встречаемся, это объятия, это улыбки, это брат мой. Вот, когда частная беседа, ты мне не брат. И это вот та самая система, да, религиозного человека, который говорит, что гармония наступает, когда я изо всех сил стараюсь тебя не обидеть. Я изо всех сил стараюсь вести себя правильно, прилично, как должно святым. Вот, святым должно быть вот такими, и мы поэтому должны быть такими. Я не против того, что святой человек, божий человек, он ведет себя достойно. Но, мне кажется, должен быть другой путь. Не тот путь, который мотивируется тем, чтобы не обидеть, не дай бог не согрешить, не дай бог там не зацепить кого-то, а он должен быть немножко другим. То есть, как бы зайти, знаете, с другой стороны, чтобы не обидеться, чтобы простить, чтобы пострадать. Если создалась эта ситуация, то принять эти страдания. И брат не прав передо мной, но я прощаю его. Я принимаю эти последствия, потому что я его люблю. Я хочу, чтобы во мне, в моем характере преобладал евангельский дух. Я, конечно, изо всех сил могу стараться. Я буду стараться, чтобы никого не обижать. Но это невозможно, друзья. Потому что разные взгляды, разные характеры. Иногда мы обижаем других, даже не понимая, что мы это сделали. Вообще, человека, склонного обижаться, сложно не обидеть. Я знаю таких людей. На церкви есть одна сестра, которая в обычной трехминутной беседе обидится на всех присутствующих. И никто не хотел этого делать. Это характер. Так вот, когда мы с вами настроены не только на то, чтобы не обижать, но прежде всего мы настроены на то, чтобы быть пострадавшими, приносить себя в жертву, являть характер Христа. Ведь давайте, друзья, обратясь к Евангелиям, я не хочу сейчас читать это. Думаю, каждый из вас может эти места Писания найти. Когда Иисус вошел в храм, взял палку в одном месте, написано, в другом веревку скрутил, как вы думаете, он никого не обидел? Когда он разрешил демонам войти в свиней и нанес огромный финансовый ущерб целому поселению людей, он этим никого не обидел? Его слова, которые он говорил религиозным людям, они никого не обидели? Вы скажете, о, ну это же были фарисеи, то есть их можно обижать? Они же фарисеи. Вот эта точка зрения меня очень сильно раздражает. Когда ты говоришь, вот ты обидел человека, а тебе, ну он же неверующий, или, а, он же там согрешил, а, он же, ну не обращайте, против него можно, против него можно, он, он халдей, или, а, его отлучили, поэтому можем без проблем. Но послушайте, вопрос в том, любишь ли ты всех, как ты должен или нет? Но я не об этом даже сейчас говорю. Говорю о том, что Иисус, говоря истину, обязательно кого-то этой истиной цеплял. Он обязательно кого-то, чьи-то религиозные чувства оскорблял, он обязательно чьи-то интересы ущемлял, он обязательно кого-то обижал. И люди приходили, написано, в ярость он цеплял, но ярость-то была их. И вот знаете, настоящий евангельский дух, это как взять алавастровый сосуд, и его можно сокрушить, он будет поломан. Но суть не в поломанном сосуде, друзья. Что, какой запах пойдет, если сломать твой сосуд? Это будет злобленность, это будет гнев, это будет месть, или это будет аромат благоухания характера евангельского христианина, который благословляет проклинающих. Не потому что так должно, так написано, и ты благословляешь во имя Иисуса, а потому что это действительно твой характер. Так вот, быть человеком, который постоянно следит за своими словами, боясь обидеть, боясь быть каким-то вот таким вот, вот эта вот елейность создается. Это простой путь внешнего, показного христианства. Но есть другой путь, когда ты принимаешь решение быть человеком любви по сердцу, изнутри. И это будет гораздо более длинный отрезок времени. Бог будет работать над твоим характером. В твою жизнь придут люди, которые будут тебя обижать. Они будут насмехаться, унижать, они будут отвергать тебя. И вот эти реакции, которые будут подниматься изнутри тебя, ты будешь отдавать Богу. Ты будешь говорить, Господи, пожалуйста, я вижу, что изнутри меня не поднимается что-то хорошее, что-то доброе. И я понимаю, Господь, что это должно выйти из меня и уйти навсегда. И вот эта работа, она будет длиться год за годом, день за днем. Бог будет трудиться с твоим сердцем. И в какой-то момент ты вдруг увидишь, что сегодня ты на это реагируешь не так, как ты реагировал раньше. На клевету ты не отвечаешь агрессии. Ты не хочешь. Это не наполняет твое сердце. Когда мы говорим о любви к братьям, знаете, я вижу такую ситуацию, когда Бог нас просто... Я видел одну картинку, просто потрясающая иллюстрация, когда ребята в Тибете, они добывали такие камни, в которых внутри были окаменелости, и они такие снаружи не очень ровные, не очень презентабельные. И они брали их в такую сетку специальную, все эти камни, и они их вот так вот терли, трясли, в воду опускали. И вот этот нарост, который образовывались за годы, что эти камни валялись где попало, они стирались. И когда они доставали через некоторое время, это были такие кругленькие, идеальные формы камушки. И я когда увидел это, я вспомнил, что на любом пляже, где есть вот галька, вы не найдете угловатых таких камней, которые были бы с острыми краями. Даже осколки стекла, да, вот битых бутылок, они с такими очень закругленными краями. Я, знаете, я увидел потрясающую картину. Вот Бог как бы помещает нас вместе, и начинается вот этот процесс, когда мы все эти острые углы друг от друга оббиваем. Это неизбежность. Весь вопрос в нашей с вами сердечной реакции. То есть как мы на это реагируем? Что мы делаем? Из нас должно это выйти. Еще один такой прообраз потрясающий. Возьмите тюбик, да, и вы начинаете из него выдавливать. Из него выходит то, чем он наполнен. Из тюбика с зубной пастой гуталин не полезет. Равно как из тюбика с гуталином вы не выдавите колгейт. Если ты наполнен чем-то негативным, из тебя благословение настоящее никак не выйдет. Ты должен из себя это выдавить. Отдать это Богу и попросить его, чтобы он наполнил тебя благословениями. Вот это и есть, наверное, тот путь зрелости христианской, который нас призывает Господь. Потом, знаете, есть такое еще потрясающее лицемерие христиан, которые говорят, я люблю Бога. И эта любовь, она наполняет меня ревностью за святость, за какие-то другие вещи, за порядок. Вы знаете, мой Бог, Он не нуждается ни в защите, ни в каких-то вот этих вот манипуляциях с правдой и святостью. Он свят, праведен сам по себе. И каждого, кого Он принял, кого призвал, Он очистит. Он это сделает, ни ты, ни я. И вот такой диссонанс потрясающий получается. Мы любим Бога, как мы говорим, но мы не любим тех, кого Он родил. Посмотрите, что пишет Иоанн. 5.1. 1 Иоанна. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Не обманывайте себя. Если вы, в 4 главе, смотрите, в 20 стихе, в том же послании, он пишет. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога? Если ты говоришь, я люблю Бога, более того, ты не просто говоришь, я люблю, ты говоришь, я посвятил ему свою жизнь, я служу моему Богу, я все отдал ради этой любви. Но меня ты ненавидишь, ты лжец. Ты скажешь, какой же ты брат, но какой есть. Может быть, я кривой, косой, из меня не исходит ничего хорошего, но я принял Христа в мою жизнь. Я отдал Ему свою судьбу, свое будущее, и я принял Его жертву. И может быть, я не настолько хорош, как тебе кажется, и может быть, даже с точки зрения Бога я не настолько хорош, и может быть, в собственных глазах я не вижу своей святости и праведности, но мы братья, и ты должен меня любить. Всякий раз, когда ты говоришь, я люблю Бога, но глядя на меня, ты скрижешься зубами, ты лжешь, потому что ты не можешь так поступать. Бог сказал, люди узнают о том, что вы мои, если вы будете любить друг друга. Это означает, что если мы с тобой не любим друг друга, то мы не любим его. Потрясающе. И весь мир смотрит не на небо, знаете, ожидая, когда там в облаках что-то выложится, да, или там ангел придет, он смотрит на нас. Мир смотрит на тебя и твое отношение ко мне, и Бог позволяет нам разбираться. И весь мир смотрит на то, как ты относишься ко мне, и я отношусь к тебе. И он говорит, простите, но вы не Божьи люди, потому что Божьи люди не грызут друг друга. Божьи люди, они любят друг друга, не прощают друг друга. Они живут в более тесной, такой, знаете, атмосфере любви, чем кто бы то ни было. Но мы лжем, говоря о любви. Потому что мы говорим о Боге, которого мы не видим прямо сейчас. Мы говорим, так любим тебя, Господь. Знаете, есть такое время, когда мы собираемся вместе, мы в молитве, в поклонении, и Бог становится близко. Он просто наполняет все пространство вокруг нас. Так хорошо становится. И нам хочется обнять весь мир. И в эти моменты, вот Дух Святой, Он абсолютно все почему-то портит. Я не знаю, как в вашей жизни, но когда приходит вот это потрясающее Божье присутствие, такая потрясающая молитва, я вижу лица людей, которых я не люблю. И появляется такое внутреннее побуждение пойти поговорить, позвонить, что-то сделать. Добрая вы жизнь. Ты идешь, нарываешься на очередные проблемы, нарываешься на отверженность, на неприятие, высокомерие, унижение и так далее. И ты выходишь раздраженный, идешь и молишься, и Бог говорит, это не последний раз, когда ты идешь. Я за свою жизнь очень часто ходил к моим врагам, пытаясь найти какой-то мир, переживая вот эти вот, знаете, порывы. Я верю, что они от Духа Святого. Я верю, что прийти к миру, недавно услышал, зачем нам этот мир нужен, мы уже как бы давно, время прошло, мы уже не особо как бы и хочется мириться, уже не особо хочется искать там каких-то отношений любви. Стоит. Потому что у нас есть две причины на это. Когда мы не любим друг друга, мы не любим Бога. Я по себе могу сказать, как бы у нас не были хороши с тобой, друг, мои отношения, если ты будешь плохо относиться к моим детям, мы не останемся с тобой друзьями. Это будет ранить меня. Поэтому, когда ты не любишь меня, ты ранишь моего отца. Когда я не люблю тебя, я раню отца. Это, мягко говоря, неправильно. Поэтому стоит начать искать вот эти пути изменения наших отношений. Искать что-то, что сделает нас едиными. Да просто, наверное, позволить Духу Святому что-то делать через нас. Я на сто процентов уверен, если в тебе живет Бог, и во мне живет Бог, мы не сможем по-другому поступить, кроме как соединиться вместе. Потому что Бог будет притягивать нас вместе. Друг к другу. До тех пор, пока мы не сделаем это. Но мы препятствуем этим. Сами. Любовь к братьям. Это наше выражение любви к Богу. Любовь к братьям. Это выражение нашей любви к Богу. Я это буду повторять, наверное, всю жизнь. Так написано. Все, что написано в Библии, является истиной. Бог сказал, потому знают, что вы мои, если вы будете иметь любовь. Когда мы любим врагов, когда мы любим людей, нам противостоящих, мы тем самым выражаем Божий характер. То есть, другими словами, когда мы любим врагов, мы говорим о нашем совершенстве, о нашей зрелости, зрелости нашего характера, нашего сердца. Тогда мы выражаем Божий характер. Тогда мы выражаем Божью любовь к этим людям. Потому что влюбить врагов – это чудо. Любить тех, кто целенаправленно уничтожает твою жизнь, невозможно. И когда это происходит, весь мир замирает. Это происходит реальное чудо, когда ты в своем сердце вытаскиваешь то, чего в мире нет. Это вот совершенная Божья любовь. Так как Христос возлюбил этот мир, ты вдруг это делаешь. И это вот реально наполняет трепетом Вселенную. Происходит нереально редко. Я не беру сейчас Христа. Это вот выражение Его совершенства. Когда мы начинаем любить грешников, то здесь есть некий такой, знаете, двойной подход. Сразу стоит задать себе вопрос, против кого они согрешили. И против меня, или уже неважно как. Вот если этот человек согрешил, неважно как, против кого-то там, да, ради Бога я его люблю. Но если он согрешил против меня, у нас возникает сразу сложность с тем, чтобы любить этого человека. Так вот, любовь к грешникам говорит о том, что Божья любовь нас все же наполняет. Смотрите, когда мы любим братьев, мы выражаем свою любовь к Богу. Когда мы любим врагов, мы выражаем его совершенство. Когда мы любим грешников, мы выражаем и проявляем его любовь. И вот здесь мне хотелось бы сделать одну маленькую ремарочку. По большому счету, просто показать мое понимание, да, любви. Я представляю человека, как просто некий сосуд. Сам по себе человек может быть наполнен воздухом, который и так нас окружает. Но потом приходит кто-то, что-то, каким-то образом, и начинает нас наполнять обидой, горечью и прочими вещами. Так вот, мне кажется, что призвание человека быть наполненным любовью. Но дело, знаете, в чем? В том, что быть наполненным горечью, завистью, скорбью и так далее, это не наша инициатива. Обязательно найдется кто-то, кто придет и тебя этим наполнит. Но чтобы наполниться любовью, тебе нужно пойти и зачерпнуть эту любовь, абсолютно доступную для нас. Бог открыт к тому, чтобы мы приходили и черпали в нем. Мы не можем быть сами по себе источниками любви. Мы всего-навсего сосуды. И если ты нашел эту дорожку в его присутствии, если ты нашел это место, где ты можешь почерпнуть его любовь, ты станешь тем, кто будет постоянно это изливать. Самые лучшие моменты в нашей жизни – это когда мы входим в его присутствие, и мы наполняемся этой любовью. И знаете, это те моменты, когда тебе хочется обнять весь мир. Каждому человеку рассказать о том, что Бог его любит. А потом это куда-то исчезает, куда-то уходит это желание, появляются другие. Это не повод сказать, что все закончилось. Нет. Это закончилось внутри тебя. Но очень недалеко, буквально в одном вздохе от тебя, буквально в одном взгляде от тебя находится океан Божьей любви, куда ты со своей кружкой можешь прийти и зачерпнуть, и наполнить самого себя, чтобы у тебя опять было, что отдавать. Идея моего понимания любви – мы не являемся источником, мы являемся проводником, и мы можем быть пустыми, и мы можем быть мизерными, но мы можем быть большими. И мы должны быть теми людьми, которые постоянно молятся и говорят Господь, расширь мое сердце, я хочу больше, я хочу больше изливать. Мы как зеркало, мы не источник света, мы как луна, источником света является Солнце. Луна светит только тогда, когда она находится в прямой видимости Солнца. И тогда на темной земле хоть какой-никакой, но появляется свет. И в этом грешном мире мы с вами свет, но отраженный свет. Нет, мы не сами по себе источник света, мы те, которые отражают этот свет. Так вот, если у тебя нет любви к кому-то из братьев, если у тебя нет любви к кому-то в церкви, прийди к Богу. Когда ты по-настоящему действительно, реально войдешь в его присутствие, я более чем уверен, Бог покажет тебе лица этих людей. У тебя будет внутреннее побуждение пойти и искать взаимоотношения, искать мира, может быть попросить прощения, может быть, это не важно что, но вдруг внутри тебя появятся чувства, которые ты думал никогда не могут быть. Но они есть. Не у тебя, они есть у Бога, который готов дать тебе эти чувства, который готов наполнить тебя этими чувствами, который хочет этого. Так, друзья, любящий родившего любит и рожденного. Мы с вами говорим о том, что наша любовь к Богу проявляется в нашей любви к братьям, когда мы любим наших братьев, когда мы любим тех людей в церкви, которые нас окружают. Мы тем самым показываем всему миру, что мы реально любим Бога. Других вариантов показать его любовь нет.